Друзья, всем привет! Вы на канале Вики Вики, и сегодня мы тренируем на слух английскую речь по фильму Доктор Стрэндж, который вот-вот выйдет в мае 2022 года. А также более детально поговорим о супергерое из мультивселенной Марвел Доктора Стрэнджа. Хотя, судя по злой версии Доктора Стрэнджа в новом трейлере, он супергерой или же антигерой? А вы как думаете? Пишите в комментариях. А в конце видео я подготовила для вас увлекательную встречу Доктора Стрэнджа с Шерлоком Холмсом в роли Бенедикта Камбербэтча. Смотрим! Доктор Стрэндж 2 еще должен был выйти в мае 2021 года, но дата фильма была перенесена на мае 2022 года. Причем это никак не было связано с пандемией, а скорее всего объясняется усталостью сотрудников студии Марвел. Режиссеры, сценаристы, художники требовали время, чтобы отойти от нагрузок не только фильмов, но и сериалов Марвел. Концовка фильма Человека-паука напоминает, что проблемы мультивселенной так и не решили, а наоборот все проблемы заострились и будут решаться в Докторе Стрэнджа 2. Итак, смотрим небольшой фрагмент, а затем по предложениям и фразам я детально все разбираю. Не используй, не сотворяй это заклинание. Спел переводится как заклинание. А помните известную песню Энни Ленекс? I put a spell on you I put a spell on you Название песни I put a spell on you переводится как я приворожила тебя. Послушайте, если вы еще не слышали эту песню. It's too dangerous. Why? It's too dangerous. Это слишком опасно. Why? Почему? Для фанатов вселенной Марвел просто обязательно знать это слово. The multiverse. Мультивселенная. The multiverse is a concept about which we know frightenly little, frightenly, пугающе, пугающе мало, frightenly little. Теперь мы видим часы как напоминание о том, что в далеком прошлом Стрэндж коллекционировал дорогие вещи, особенности часы, которые у него остались в единственном своем экземпляре. И вот они разбились на трещины, а это означает, что Стрэндж из человека превращается в мага окончательно. Обратите внимание на слово desecration, которое переводится оскорбление над ругательством. В данном контексте desecration of reality ругают Стрэнджа за то, что он вмешался и возник хаос. It was the only way. Далее запоминай слово unpunished, безнаказанный, punished, наказанный, punish, наказывать. Далее Стрэндж оправдывается. It was the only way. Это был единственный способ. Главное помнить, что это не только путь-дорога, но также и способ, как метод. Как вам трейлер? Захватывает? Обещаю, что далее будет еще интереснее. But I never meant for any of this to happen. But I never meant. Я никогда не хотел бы, я никогда не желал бы такого, то есть не планировал, говорит Стрэндж. Классное выражение. Any of this. Что-то из этого. Бери его себе на заметку. Далее мы видим Стрэнджа на свадьбе у Кристины Палмер. Но скорее всего, что в качестве гостя, поскольку с момента выхода первого фильма 2016 года Кристина более не появлялась в Мстителях. Ну и к тому же после щелчка от Аноса доктор Стрэндж исчез на лет. Скорее всего, что парочка уже не вместе. Далее в трейлере мы видим побитого Бонга, которому, как верховному магу, придется расхлебывать последствия, начатые Стрэнджем в фильме Человек-паук и Америку Чавос. И как мы знаем, эта супергероиня, обладая способностью открывать порталы. Скорее всего, что именно с появлением Америки Чавос в мире основного доктора Стрэнджа начнется безумие. И мы увидим разные версии доктора Стрэнджа, в том числе и его злую грань. Ванда говорит Стрэнджу, я знала, что рано или поздно ты объявишься, используя слово show up. Появиться, объявиться. Синоним к слову to appear, либо же to come. Также давайте вспомним выражение show up on time, прийти вовремя, а также выражение show up for yourself, проявить себя. Классное выражение Ванды. Sooner or later, рано или поздно. Запоминай. Ванда признается Стрэнджу, что совершила ошибки, используя выражение made mistakes. Выражение в прошлом времени, в past simple. Если же мы используем настоящее, тогда используем make mistakes. Повредить, нанести ущерб. Далее мы перемещаемся к Аллой ведьме и замечаем, что во время проведенного ею ритуала пальцы у нее черные. В Marvel подчеркивают, что при использовании черной магии пальцы окрашиваются в черный цвет. Так что здесь под вопросом, Аллая ведьма – супергерой, либо же отрицательный персонаж. I'm sorry. Мне жаль. Давайте же вспомним синонимичные выражения. Далее мы видим нападение на крепость волшебников, которая долгое время считалась неприступной. Возможно, нападает барон Мордо, но ясно, что трейлер таких деталей не раскрывает. Да и кто же расскажет, как-то держит такую интригу. Также среди героев мы видим героя, похожего на Минотавра, который будет выступать на стороне добра. Надеюсь, ты понимаешь. И следующее выражение. Превосходная степень прилагательного, как мы видим, образовано слово great, то есть великая, большая угроза. Ясно точно, что Паучок в исполнении Тома Холодно однозначно появится в этом фильме, но, возможно, это будет альтернативная версия Паучка из другой вселенной. Вот такой вот трейлер с эффектным сюжетом, задумками и актерами. Ну, а главный герой Бенедикт, он всегда безупречен. Надеюсь, что улучшилось ваше понимание на английском языке и что вы будете смотреть фильм в оригинале. Обязательно пишите в комментариях, какие еще трейлеры вы хотели бы разобрать. До скорых встреч! Так, изюмчик, ну давай, углубнись, веселей! Субтитры сделал DimaTorzok